Мы покажем, как происходила съемка генератора на миллион бомб. Его настройка, тесты и неудачные дубли. Примерно месяц мы уже разрабатываем этот генератор. Но он оказался не таким простым, как думали мы поначалу. Во-первых, не так-то легко было соединить эти умножители. Ну да, нашли мы точку А, все пошло как бы классно. Но выяснилось, что больше 10 штук умножители работают крайне нестабильно. То сгорит какой-то, то сгорит электронный трансформатор, то вообще непонятно, от чего начинает происходить. Толком до конца причины, почему все сгорало, выяснить было сложно. Но их можно объединить в несколько групп. Первое, это перегрузка по току. Просто перегревался электронный трансформатор. Второе, это пробивало высоким напряжением. Оно проникало разными путями за счет плохого заземления или отсутствия заземления. В цепи 220 и влияло, соответственно, на электронный трансформатор, который сгорал. Ну и третья причина, одна из самых сложных. Цепь вся входила в резонанс. Как это получалось? В столбе умножителей пробивался один из умножителей. И в нагрузку включалась дополнительная емкость, достаточно большая. Возникал резонанс в трансформаторе, либо в одном, либо во втором. Назад высоковольтный импульс возвращался и сгорал электронный трансформатор. Потом мы поставили разрядник и выяснилось, что иногда этот разрядник все-таки защищался. В нем прямо горела дуга, прямо не тухла, даже при низком напряжении питания. Что горело о том, что все-таки напряжение назад возвращалось, достаточно сильное. Вот как происходила настройка и испытания. Подаем 160 вольт, пробуем рывком. Ой. Опять. Защита срабатывает. Попробую плавно накручать на пробу. Не защита, а разрядник. Вот такой у нас разрядничек, он сейчас только что срабатывал. Близко так не могу снять на включенном, потому что большие поля электрические. Попробую плавно накручивать, снизить напряжение на 100 год. Не сработает. Почему? Потому что резкоимпульсом оно заживается. Накручиваем плавно. Масса зашевелилась. Приятный треск. Сейчас менял молния, как шарахнет. Опа, загорелась. Разведи чуть-чуть электроды. Можно не разряжать, тут нулевой потенциал. А ты массы соединил все? Нет. Фазы. Ну желательно, но не обязательно, нам это не спасло в тот раз. Угу. Но тем не менее, оно значительно разгрузит схему. Ты готов к повторному тесту? Ну давай еще раз. Повторный тест. Пошли, она плохо. Сколько там? Сотня. Шторы зашевелились, прилипли к стене. А еще у меня на ногах волосы поднимаются. Через штаны? Ну. Я тоже чувствую озон, очень сильный. Сколько там? 140. Ох, крещит, кошмар как. Очень громкий звук, но что-то не видно. Опа. Пробивало где-то вот здесь. Пробивало. Брюсовой провод пробивал на корпус трансформатора. Так кто должен на разряднике пробивать? Вот тут вот так пробивал. А, на корпус? Да. Это значит сильная утечка на землю идет. Сильная утечка на землю. Да. Можно защитить, если соединить фазы. Помнишь, как мы делали? Тогда этого не будет. Но все равно будет. Вот эта штука может убить электронный трансформатор. Если вам вдруг внезапно захотелось заработать денег, то есть специальный сайт Olymp Trade. Это огромная площадка для заработка денег. Прогнозируя курсы валют, здесь можно зарабатывать приличные деньги. А чтобы научиться это делать, можете пройти специальное обучение или использовать демо счет. К тому же на сайте Olymp Trade у вас есть возможность зарабатывать на акции. Например, в Google или McDonald's. Если хотите попробовать, то можете перейти по специальной ссылке в описании. Плавно накручиваем подаваемое напряжение с нуля вольт. Что-то бред. Нормально. Ёлки-палки, смотри. Как это понимать? Я не знаю. Паяльник искрит. Да ты чего? Напряжение попадает высокое в сеть. Как искрит? Конец паяльника искрится? Давай свет выключим. Он не может искриться. Как-то в сеть уходит напряжение. Но я не пойму, как это возможно. Искрит? Ты рукой касался искрила? Нет. Ну, я слышу, как там что-то искрит. Сеть уходит. Но почему в сеть уходит? Ай, кажется, понял. Включай, смотри, есть помехи или нет. Нет, на удивление. Штора зашевелилась. А у меня волосы на ногах тоже. Паяльник тоже шуршит. Сколько вольт-то? 50. Подаю больше. Паяльник шуршит прям сильно. Ё-моё. Давай я его вытащу. Перестал шуршать? Да. Кошмар, что ему не так? Так. 100. Тараканы побежали. Где? Вот только что поплоло. Ну, как вот эти тараканушки, вернее. Сколько сейчас? 160. Волосы на ноге шевелятся страшно. А зонам воняет тоже страшно. Так, что, больше? Смотри, сейчас пробьёт. Давай, 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 давай. 180. Где он может? Уже близко. Опа. Сколько? 180. О, всё, я понял. В процессе настройки постоянно сгорали детали. Хоть и у множителей у нас был нескончаемый запас, но вот электронные трансформаторы быстро закончились. И мы решили запитать наш мегавольтный генератор от сварочного инвертора. Давай. Всё, включай. Всё нам. Выключай. Несмотря на свою огромную мощность, сварочный инвертор сгорел за одну секунду. Мы заметили очень странный эффект. Здесь вот у нас расположены 11 умножителей. 12 умножитель мы просто ложим на стекло, включаем установку. Вот как это возможно? Кто знает. А теперь хотите смертельный номер? Давай. Рукой. Да нет, рукой нельзя. Нельзя. Выключаем. И что мы видим? Мы видим, что наш умножитель, который просто лежал на стекле, имеет довольно-таки большой потенциал. Несмотря на трудности, нам удалось сделать генератор на миллион вольт. И мы зарядили этим напряжением человека. А какие ты знаешь опыты с высоким напряжением? А может нам его через что-то пропустить? Пиши в комментариях. И мы постараемся это сделать. Пиши в комментариях. Пиши в комментариях. Пиши в комментариях. Пиши в комментариях. Продолжение следует...